Привет! В этом видео мы поговорим про тени, как создать тени для игрока, как создать задний фон, а также что такое скрипты и как их создавать. Также заходите на сайт itproger.com, ссылка на данный урок на сайте будет в описании к видео, здесь вы найдете домашние задания, готовый материал и много другой полезной информации, ссылка в описании. И первым делом мы добавим задний фон для нашей комнаты. Чтобы это сделать, во-первых, нам необходим сам задний фон. У меня есть вот такая вот картинка 32х32 пикселя, ее же вы можете скачать на сайте itproger.com, ссылка на сайт будет в описании к видео. Ну а мы давайте добавим новый спрайт. Добавляется он точно так же, как и добавляли мы его раньше, create sprite, здесь import, импортируем нужный нам спрайт и в принципе можем просто его назвать как bg. То есть, это background у нас будет. Ну и соответственно мы теперь это закрываем. Теперь же мы обращаемся к новой папочке, к которой никогда еще ранее не обращались, это tilesets, set вернее. Мы создаем новый set, это например tl, мы его назовем bg и здесь мы должны выбрать нужный нам спрайт. В нашем случае это bg, background как раз. И дополнительно никаких здесь настроек мы не добавляем, просто это мы теперь все можем закрыть. Теперь же мы перейдем с вами в настройки нашей комнаты, можете просто два раза кликнуть на комнату, чтобы перейти в ее настройки. И здесь мы с вами добавим такую штучку, как как раз create new tile lawyer. Вот, соответственно мы это нажимаем и здесь мы можем что здесь, что здесь выбрать новый tileset, который мы как раз с вами и создали. Поэтому мы нажимаем на выбор no tileset и выбираем тот tileset, который нам необходим. tl background в нашем случае. Теперь просто нажмите на один из этих квадратиков, вот я даже приближу это все, вот примерно так, на любой из этих квадратиков нажмите. Ну можете и на этот нажать, но это просто прозрачная штука, поэтому например на вот этот я нажму. И просто нажимаю на нашей комнате еще разочек. Как мы видим вся наша комната покрасилась в зеленый цвет. Почему нам не видно теперь стенок? Потому что у нас tiles, он находится в самом верху. Мы его просто переместим как вторым, вот и тогда у нас instances, которые как раз наши все объекты, они будут поверх нашего заднего фона. Таким образом мы добавили задний фон. Теперь наша игра безусловно выглядит лучше, потому что у нас есть некий уже задний фон, наш игрок бегает, все вроде бы хорошо. Ну дополнительно вы можете еще поиграться и настроить другой цвет для наших стенок, чтобы оно выглядело еще лучше. Теперь добавим тень для нашего игрока. У меня уже есть готовый спрайт, вот он здесь. У меня здесь ровно 9 теней и не удивляйтесь, что это выглядит так плохо, просто оно открылось в большом разрешении. Вот, эту же картинку вы можете скачать на сайте itprover.com, ссылка также в описании к видео. И тут важный момент, если хотите свою тень создать, то вот например у меня здесь персонаж, и у него было 9 спрайтов, то есть спрайт-шит и в нем было 9 вот таких вот спрайтов, если вы помните еще. Поэтому здесь у меня также есть 9 теней, это очень важно, если у вас будет спрайт-шит там например на 6 спрайтов, вот, а теней 9, то у вас уже будет в дальнейшем ошибка выдаваться, поэтому здесь важный момент. Так вот, картиночку вы можете скачать на сайте itprover, а мы ее сюда просто импортируем. Значит мы создаем новый спрайт, и здесь мы просто импорт, и импортируем сразу вот такой вот, не как спрайт-шит, да, а как просто обычный PNG-картинка. И также мы можем сразу сделать middle-center. Кроме того, мы давайте назовем это как shadow, к примеру, так. Чтобы дополнительно рисовать тень для нашего объекта, нам необходимо добавить новое событие, поэтому мы выбираем object player, и здесь добавляем новое событие, add event. И оно называется draw, ну и просто draw тут также нажимаем. Теперь же сюда мы в action, мы в действие перетаскиваем такую штучку как код, то есть мы будем писать здесь с вами кусочек кода своего собственного. И здесь мы пишем функцию draw, drawSprite, вот такая это функция, и она принимает аж 4 параметра. Первый параметр это то, что мы будем с вами рисовать. В нашем случае это как раз то, что мы импортировали, shadow, поэтому я и так и пишу, shadow. Далее мы пишем индекс того изображения, которое мы будем рисовать. Как помните, в этом shadow у нас было аж 9 таких вот мини-спрайтов, и соответственно нам необходимо просто передать какой-либо индекс одного из этих спрайтов. Как это сделать? Очень просто. Мы просто здесь допишем такую штучку как image index, и таким образом у нас каждый раз будет подставляться тот же самый индекс для изображения тени, как и для нашего героя основного. То есть 0, 1, 2, 3, и так ровно до 8, потому что отсчет идет с нуля. Дальше нам необходимо указать параметры, где оно будет у нас создаваться, где будет рисоваться эта картинка. Мы указываем x и y, и это означает то, что она будет, эта картинка рисоваться, эта тень рисоваться на том же месте, где и у нас находится сам игрок. Кроме того, нам необходимо также здесь прописать drawSelf. Это необходимо для того, чтобы у нас не только прорисовывалась сама тень, но также и игрок. Если мы drawSelf напишем, например, перед drawSprite, то есть здесь, например, то, соответственно, наш игрок прорисуется, и тень прорисуется, но тень будет наложена на игрока, что некрасиво. Вот как раз благодаря вот такой записи, то у нас сначала прорисуется тень, а потом над ней, то есть как бы уже тень будет под игроком, прорисуется сам игрок. Теперь давайте попробуем, что из этого получилось. И получилась у нас не совсем красивая картинка, а именно у нас просто одно изображение. Но это моя ошибка, сейчас мы это быстренько с вами исправим. Итак, нажмите два раза на shadow, откроется вот это вот менюшка, где мы можем настраивать нашу картинку, и, в принципе, просто удалить эту картинку. Теперь же нажмем два раза на, опять-таки, эту картинку, и здесь мы импортируем это все как strip image, то есть как раз не как просто спрайт, а как набор спрайтов. Это необходимо сделать, я почему-то, ну, изначально неправильно начал делать. Далее что мы делаем? Высота моих вот этих изображений, она 64 пикселя. При этом ее ширина мы, я не совсем точно ставлю, поэтому поставим 30, 30 пикселей вот, и высоту еще чуть-чуть увеличим до 68. Теперь нажмем convert. Все, с этим все готово, мы даже можем проиграть анимацию, выглядит достаточно неплохо. И теперь в окошке с настройками наших спрайтов мы видим, здесь есть ширина и высота. Дело в том, что наш основной спрайт, спрайт игрока, он также имеет ширину 32 пикселя, ну, по сути, 30 пикселей, да? Поэтому будет нелогично, что тень, она является в размер прям целого игрока. Давайте мы ее немножко с вами уменьшим, например, хотя бы в два раза, чтобы она была, например, 15, ну, или пускай 17 пикселей. Нажимаем apply, и теперь можем посмотреть, что у нас из этого получилось. Как мы видим, тень выглядит правильно, а при ходьбе она действительно меняется, и все уже выглядит у нас достаточно красиво, как по мне, можно так все и оставить. Потому что игрок у нас теперь с тенью, он теперь какой-то такой прям 3D игрок, который не просто плоский, а уже имеет тень, и это уже выглядит все очень и очень неплохо. Теперь настало время поговорить по поводу скриптов. Зачем нужны скрипты? Например, у вас есть в коде несколько повторяющихся строк кода, и вы хотите это все объединить в один какой-то скрипт, и потом просто вызывать этот скрипт. Для этого, по сути, и нужны скрипты. Они объединяют общий код, и вы можете уже не переписывать код заново, а просто использовать скрипт, в котором есть этот код, который вам как раз нужен, и уменьшать код в целом. Так вот, давайте мы рассмотрим это на примере нашего, например, игрока. Здесь у нас есть степ, и в степ у нас есть вот этот вот кусочек кода. Он нам нужен только в этом коде, только в этом скрипте, но мы его вынесем за пределы этого скрипта, чтобы просто посмотреть на практике, как работают скрипты. В скриптах должны уже быть перемены не локальные, а глобальные, поэтому повсюду var мы удаляем, чтобы сделать наши перемены именно глобальными. Поэтому вот такие у нас получаются перемены. Теперь же мы давайте это все вырежем прямо отсюда, и в дальнейшем мы сюда пропишем одну строчку кода, которая будет вызывать нужный нам скрипт. Но сначала давайте создадим сам скрипт. Во-первых, здесь по умолчанию уже созданы скрипты. Мы, конечно же, можем создать свой скрипт, точно так же, как мы создавали спрайты и тому подобное. Но давайте мы, например, откроем скрипт 0, и какой-либо, это просто вот такой вот у нас есть скрипт, и сюда execute code, то есть то, что мы всегда с вами ранее делали. Просто сюда вставляем тот код, который я вырезал, сохраняем это все, и можем даже это теперь закрыть. Теперь же мы назовем этот скрипт немножко по-другому, например, player input. Вот так мы назовем его. И теперь, чтобы вызвать этот скрипт, нам просто необходимо здесь написать player input, поставить круглые скобки и закрыть это все. Теперь, когда мы это все запустим, у нас получится, что ничего не изменилось, но тем не менее мы уже используем скрипт. Мы можем заметить, что игра точно такая же, как и была до того, как мы использовали скрипты. Тем не менее, теперь, когда мы используем сам скрипт, вот этот player input, мы его просто помещаем как какую-то функцию player input, и мы ее можем использовать несколько раз. Например, мы можем ее также использовать в create, или же в других скриптах. Это очень удобно. В нашем случае нам, ну, этот кусок кода не надо использовать в нескольких скриптах. Но тем не менее, если бы это был какой-то универсальный код, который мы использовали бы для игрока и для, например, врагов, то было бы удобно его поместить в скрипт и просто вызывать этот скрипт. Таким образом, если мы захотели бы что-либо поменять, нам необходимо было бы поменять это лишь в одном месте, а не менять во всех скриптах, в которых присутствовал бы этот код. Теперь сделаем движение нашей камеры более плавным, потому что сейчас оно конкретно движется за нашим объектом без какой-либо задержки. Мы как раз добавим эту задержку, чтобы оно выглядело таким плавным, красивым передвижением камер. Для этого мы создадим с вами новый объект и назовем его как Object View. Вот так. У него не будет никакого спрайта, и мы к нему просто добавим новое событие, которое будет называться Step, и, соответственно, в Step мы перетягиваем Execute Code, ну, то, что мы раньше с вами уже прописывали. Здесь мы вот что будем делать. Мы будем брать позицию x, вот этого нашего объекта, который мы только что создали, и высчитывать его позицию x и y по следующей формуле. То есть мы берем Object Player, дальше берем позицию по x у нашего игрока, отнимаем от нее позицию по x данного объекта, и умножаем это все на 0.1. Таким образом у нас камера будет по x, уже по координате x, двигаться с задержкой в 10%. Абсолютно то же самое мы проделываем для координаты y. Поэтому здесь я просто все скопирую, y, y и y. Вот, все, это у нас готово. Теперь мы переходим в настройки комнаты, и здесь мы обязательно надо выбрать, что мы работаем с instances, вот с этими объектами, и сюда мы просто перекинем наш новый объект. Это у нас Object View. Можете его перекинуть в любое место. Вот, например, я его перекину сюда. Теперь нам необходимо вот что сделать. Давайте я вот это закрою, открою Properties, вот эту вот штучку, и здесь нам просто Viewports and Cameras, нам необходимо для первой камеры изменить объект, который теперь отслеживается. В нашем случае это был Object Player, а теперь это Object View. И прежде чем запустить, мы кое-что должны дописать. Дело в том, что вот здесь в нашем Execute Code, который мы только что писали, здесь необходимо писать не просто равно, не просто присылать какое-то конкретное значение в позицию x или y, вот, а добавлять, то есть плюс равно, мы каждый раз добавляем новую позицию в нашу координату x и y. Тогда у нас, конечно же, все будет работать корректно. Теперь запускаем. Дожидаемся, когда оно запустится, и мы сразу сможем увидеть вот этот эффект. Достаточно уже крутой эффект. А когда мы двигаемся, то мы видим, что камера, она не сразу двигается за игроком, а постепенно, что очень-очень здорово, так как теперь это, ну, как-то более красиво все выглядит. Вот. Ну что ж, на этом наш видеоурок можно закончить. Он получился действительно не маленьким. Мы сделали кучу всего полезного и выучили кучу всего нового. На этом все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com. Все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч. Пока.